Здравствуйте! С вами Юлия Черняева и пришло время универсального формата на телеканале Самаргиз. Это прямой эфир, потому всегда рады вас видеть, слышать по ту сторону экрана по телефону 202-11-22. Звоните нам, мы всегда рады вашим звонкам, потому что всегда готовы вам предложить какие-нибудь подарочки, сюрпризы. Тем более, что сегодня пятница, впереди выходные и можно время весело провести. Итак, на кону у нас сегодня традиционные забавы, наши вопросы. Такие вопросы непростые, интересные. И билеты есть на двоих в Киновертикаль, один из лучших кинотеатров нашего города. А также сертификат на двоих на квест-приключения от Quest Time. Что за вопросы, узнаем совсем скоро. Так что телефон далеко не убирайте, он вам пригодится. Сегодня будем говорить о очень удивительном и разном том, что происходит у нас в Самаре. И каждый раз, мне кажется, когда открывается какая-то выставка или планируется какое-то мероприятие, все с замиранием сердца смотрят, ждут, как же Самара на это отреагирует. Ну, в общем, сегодня у нас и социальные сети, и вкусности, все смешали. Но, тем не менее, поверьте, будет интересно и, мне кажется, очень познавательно. Итак, для тех, кто не знает, что же за слово такое сегодня заявлено в теме нашей первой части, в общем, произношу мобилография. Что это такое, будем выяснять сегодня у наших гостей. Модные художники, фотографы, я не знаю, как их правильно назвать, люди креативные. Давайте знакомиться. Итак, с нами здесь Стас Моисеев, фотограф, здравствуйте, Ксюша Фаунд, тоже фотограф, и Шурик Сусанин, фотограф, здравствуйте. Все они объединены какой-то общей целью, общей мыслью. В общем, они фотографы не просто, они активничают в социальных сетях и замутили такую замечательную программу, как выставка «Инстаграм как искусство». Но об этом чуть позже. Стас, давай с тебя начнем. Что такое мобилография? Мобилография – это такое фотостечение, подразумевается за собой делать фотографии на камеру мобильного телефона. Исключительно используя мобильный телефон? Не обязательно. Не обязательно. Любые устройства, в которых есть камера, то есть камеры могут быть не только на самом деле в мобильном телефоне, но поскольку сейчас наиболее распространено в мобильных телефонах, то поэтому это больше относится к телефону, а так не обязательно. То есть это люди, которые не выпускают из своих рук мобильники, которые постоянно торчат в социальных сетях. Вы такие? Нет. Нет, конечно, это стереотип. Нет, не нужно постоянно сидеть в интернете и не выпускать телефон из руки. Саш, ну у тебя как вообще с социальными сетями? Ну, я вообще много там времени провожу, но как бы это, ну, я бы не сказал, что это какая-то зависимость или что-то в этом роде. Что вас объединяет? Вы знакомы, дружите, как-то общаетесь? Ну, наверное, объединил нас изначально как раз это самое фотостечение, то есть мобильная фотография. Я увидел аккаунты ребят, они меня очень вдохновили, и мы как-то вот познакомились уже через социальные сети. Ну и чем же вдохновили, например, работы Ксюш? Ну, можно зайти на ее аккаунт, Инстаграм. Это не ответ. Что там такого интересного? Там есть невероятные снимки, например, каких-нибудь гор в Сачах, которые в тумане. Селфи там есть? Селфи там нет вообще, и нет фотографий еды и чего-то вот еще подобного. Ну, что ты зацепила? Ну, там все цепляет, все что-то в этом аккаунте. А, Сашин аккаунт? Сашин аккаунт, он немножко отличается. Там есть еда и селфи? И котики. Нет, там тоже нет еды и селфи, у них просто немножко разные стили, а так мне по душе очень их аккаунты. А сам чем цепляешь народ? Надо, наверное, у ребят спросить. Ребят, чем цепляет Стас народ? Ну, вот Стас от нас отличается, действительно, нам говорят, что у нас немного похожи аккаунты, ну, в принципе, мы просто дольше дружим, мы как-то друг на друга влияем, а Стас? Сам по себе, свой собственный. Ну, он как бы, у него совершенно другой стиль, у него больше природы, больше портретов людей, как бы, он более романтичный, творческий, что ли, человек такой среди нас. Вот я и узнал. Соответствует ли действительность этому? Да. Ну, очень многие, кстати, люди, практически, я не знаю, какая статистика, но каждый второй не имеет Инстаграма. Вот есть... Это если брать детей из Африки? Мне кажется, нет, нет. То есть это вы можете опровергнуть. Мне кажется, даже больше, но если по всей России брать. Конечно, больше. В России где-то там человек только 15 миллионов, где-то из всего населения пользуется Инстаграмом, то есть это там 10%. То есть это активно развито в крупных городах, например, там в Москве, там, наверное, у половины населения есть как раз вот, ну, активно как-то использует Инстаграм. А если в целом по России брать, то есть это все равно какой-то небольшой процент довольно. Ну, ваша мама пользуется Инстаграмом? Нет. Ну вот. А ваша? Нет. А моя пользуется? Вот. Видите, как здорово. Подключайте всех своих родных в социальные сети. Совсем скоро мы расскажем, где и как проходит выставка Инстаграм как искусство. Я же хочу с вами немножечко поиграть. Мы давайте разыграем сертификат на квест для двоих от Квест Тайма. Вопрос мой такой, достаточно интересный, забавный. Как переводится с испанского слово кукарача? И вам три варианта ответа, чтобы долго не думать. Поцелуй, таракан или карнавал. Наверное, вы знаете. Или о кукарача. Вот это вот, если песенку слышали. Попробуйте угадать, что же значит слово кукарача. Звоните 202-11-22. Как вы решились на выставку? Кто был инициатором? Славы захотелось, узнаваемости? Стас. Стасу захотелось славы и узнаваемости. Ну, конечно, да, организатором, ну, скорее всего, идея шла от меня. Но не думаю, что мной двигали вот... Корыстные цели. Да, вот такие цели какие-то. Двигали-двигали. Нет, скорее цели продвижения. Ну, то есть это движение среди самарей? Да, так как у нас в Самаре просто, ну, оно не очень развито. Вот, хотелось просто больше как-то поделиться и показать людям, что вот есть вот такое вот движение. И вообще можно фотографировать вот такие фотографии, а не просто там селфи еду, как вы говорите. Ну, вот у меня вопрос. В Инстаграм люди сейчас выкладывают и художественное фото, сделанное на персональную камеру, на персональную технику. А как же качество же все равно теряется? От этого страдает немножечко. Ну, на самом деле, чтобы фотографировать и делать какие-то красивые фотографии, не обязательно там какое-то супердорогое оборудование, там куча объективов. То есть даже у меня в комментариях часто пишут, на что ты снимаешь? Я говорю на телефон, и многие... Не верят. Да, да, многие не верят. И у нас даже на выставку приходили и спросили там, есть какие-то работы, которые сделаны на мобильный телефон? Я говорю, что все, и как бы мне все равно продолжают не верить. То есть, мне кажется, качество зависит не от какого-то дорогого оборудования, а именно от какого-то навыка. Ну вот, если, друзья, вы знаете Инстаграм, и, собственно, у телеканала Самаргиз тоже есть Инстаграм, то слегка можно найти по хэштегу Самаргиз. То есть, используете ли вы фильтры, фотографы вы используете, или вы загружаете то, вот как есть? Да, конечно. В общем-то, это течение и предполагает собой художественную обработку, конечно. Виньеточку там наложить, контрастика добавить. Иногда, и это тоже. То есть, грешите немножко. Ну да, но это как бы основное идет. То есть, если просто выкладывать фотографию в натуральном тесе, но она как бы не будет такая симпатична. То есть, в любом случае, все, кто увлекается мобильной фотографией, используют просто не какие-то там стандартные фильтры Инстаграма, а через какие-то дополнительные программы уже. Я использую стандартные фильтры Инстаграма. То есть, получается, в любом случае, при украшении, да, действительности? То есть, фото реальное отличается от фото? Скорее, наш глаз не может видеть так, как... Ночнее, наш глаз видит так, как не видит камера. И, скорее всего, это... Мы изображение делаем немного приятнее, ярче для того, кто смотрит через мобильный телефон. Приятнее, ярче и квадратнее. Ну да. Мы пытаемся сделать так, чтобы это выглядело так, как мы видим нашими глазами. Ну, давайте сейчас прервемся на телефонный звонок. Есть у нас дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, есть ли вы в Инстаграме? К сожалению, пока нет. А как вы думаете, что там люди вообще делают? Думаю, обменивается очень большой массой информацией, которая требуется, ну, сначала одним людям, потом другим, и так вот переходят от них с другим. Интересный вариант. Скажите, вот честно, у вас телефон мобильный с камерой. Вы делаете селфи? У меня телефон старой модели. У меня не делает селфи. А хотелось бы иногда так сфотографироваться с кем-нибудь? Да, хотелось бы. Понятно. Ну, давайте сейчас не о фотографии, а о приятном, о подарках. Давайте задам вопрос. Как же переводится с испанского слова кукарача? Тракан. Откуда знаете? А, и песню слышала, и у нас такой ресторанчик был кукарача на Скляверсоцкого. Ну, то есть вы уверены, что такая вот замечательная, задорная песня у всех, ассоциирующаяся с Испанией, с карнавалом, таракан? Да. Вот прям сто процентов. Ну, друзья, действительно, это правильный ответ, таракан. И теперь, когда вы будете слышать эту песню, ну, не отпустит вас данная мысль, что это действительно, именно это насекомое фигурирует. Спасибо большое вам за звонок, друзья. Пользуетесь ли вы Инстаграмом? Может быть, что-то хотите сказать? Может быть, какие-то вопросы у вас есть к нашим ребятам? Задавайте, не стесняйтесь. Ну, а у нас пришло время фотографий, которые наши гости приготовили к эфиру. Давайте смотреть. На самом ли деле достойные работы, представленные на выставке, Инстаграм как искусство. Я думаю, что сейчас, когда фото появится у нас в эфире, будете рассказывать, чье это. Ну, это мое фото. Стас говорит. На ней изображена прекрасная Юлия Снегирь и не менее прекрасное место. Это место в нашей Самарской области, Тольятти. Хрящевка. Это то же самое место. Ну, просто уже... И на телефон сфотографировано? Это сделано на телефон iPhone 5s. Вот это уже Крым. Это тоже моя фотография. Это Крым, Ялта, Гора и Петри. А как происходил отбор фотографий для выставки? Ну, на самом деле, не очень сложно он происходил. Дарите, не нравится? Сложнее было выбрать из большого количества, потому что мы были ограничены количеством, вот. То есть нам нужно было предоставить 50 фотографий, а мы могли предоставить... Вот это уже Саша. Да, это уже моя работа, она так перевернута. Да, она как-то странно перевернута. Ну, вот непонятно, где тут... Это Ксюшина. Где начало? Расскажи, где это? Это новое здание на улице Вилоновской. Туман был. Да, туман был. И мне просто просто... Никакой обработки в плане... То есть она не добавляла туман, просто... Туман можно добавить? Или она об этом и может? Ну, вот видите, друзья, на самом деле, это чья работа? Это моя тоже работа. Я собрал все свои работы. Нет. А вот это тоже моя. Это моя, это площадь Куйбышева. Зимой? Нет, нет. Это конец осени. То есть как раз, когда туманы еще есть, вот первый замерз. Как это, я не знаю, вот человек... Сколько фотографий приходится сделать для того, чтобы получилось то, что... Всегда по-разному. Ну, это уже моя в Сочи на Розе Пик. Угу. Тоже с телефоном, я так понимаю, в снегах по колено. Нет, там не по колено, мы на сноубордах катались и остановился, фотографировал. Это тоже в Сочи, только уже не на горе. Там просто был какой-то вот такой интересный туннель с колоннами. Это в Северной Осетии. Это, кстати, Шурик Сусанин на фотографии. Подтверждает фамилию, да? Которую носит. Собственно. Вот это Москва-Сити. Несколько лет назад. Вот с фильтром апокалипсис какой-то, если честно, почему-то сразу приходит. Ну, перевернутые фотографии, это в метро в Москве. Ну, вы знаете, какие принесли фотографии? Я знаю, может, это художественный замысел. Кстати, вот многие думают, что в этой фотографии использованы наложения одной на другую. На самом деле нет. Там просто стекло на стекло накладывается, отражает. Это один из торговых центров в Москве. Не помню точно, как называется. И вон мой знакомый снизу там фотографировал. Это пражское метро. Ну, я вообще люблю такие какие-то урбанистические туннели и все, ну, нечто подобное. И старался там фотографировать именно как-то без лицей, чтобы архитектуру показать какую-то. Сколько всего работают на выставке? 51. И как делили количество? Да, почти поровну. 50 на 3 не делится. Поровну. 51 делится. 51 делится. Ну, я позволил себе немножко там, если 4 фотографии больше, потому что когда придумал эту идею и, в общем-то, занимался, вот мы с Ксюшей занимались организацией. Ну, а вот по поводу лайков в Инстаграме, да, так ли они важны фотографу и радеете, болеете ли вы за каждый там поставленный лайк? Ну, я скажу за себя, наверное, будет таким обманом, если говорить, нет, там, мне вообще там не нужны лайки. Лайки это своего рода, ну, ты как бы понимаешь, что народ как бы видит это. Реагирует. Реагирует, там просто следит за этим, и ты, ну, как бы это, в общем-то, тебя немножко мотивирует, то, что ты, может быть, идешь в правильном направлении, вот. А так, я не скажу, что я зависим от этого. То есть я начинал, когда я вообще, у меня как-то был совсем такой аккаунт. Наверное, как вы все начинали, без христегов, без подписчиков. Ну, я не могу сказать, у ребят, у Саши 55 тысяч подписчиков на данный момент. Я вот как-то хотела спросить, сколько? У Ксюши 30 или сколько там? 19. 19. А у тебя? У меня 2 500, 2 400, вот. И поэтому я... И это не предел? Это не то, что не предел, я думаю, что предела нет вообще какого-то... нет предела. И как жить-то с таким количеством подписчиков? Это, на самом деле, ничего особо не меняется, просто... Спама много, наверное, реклама много. Ну, это да, но это как-то дополнительно мотивирует. То есть если, я думаю, там было 50 подписчиков, то есть я как бы не старался бы это как-то все... Расслабился бы немножко. Да-да-да, то есть я мог бы там недели-две ничего не загружать. А за счет того, что большая аудитория, ты понимаешь, что постоянно нужно интересные фотографии делать, приходится даже... Ну, не приходится, это дополнительно мотивирует путешествовать в новые места, делать какие-то интересные снимки. То есть это какой-то дополнительный стимул в этом развиваться. А вот насчет копирайта. В Инстаграме как такового нет, а кто-то ставит. С воровством фотографии не сталкивались? Сталкивались. Сталкивались, там легко удалять. Там, ну, бывает такое, что в какие-то сообщества в Инстаграме берут, то есть, например, там фотографии красивой России, ну, грубо говоря, берут, ну, как бы тебя упоминают, это вот твоя фотография, ну, ты вроде как, ну, окей. А бывает, что просто люди, ну, просто так себе загружают, ну... Типа они сфоткали? Да. Ну, я спокойно. Я спокойно, я спокойно. В принципе, очень сложно, но это... Иногда попадается. Да, но это... Ну, что это такого сделает? Да, никак не отследишь. Кто-то, если увидит, где-то скажет. Ну, да. Ну, это, мне кажется, дополнительно, ну, просто еще одно проявление, что ты делаешь что-то стоящее, что другие скопируют. Конечно, я, наоборот, вижу в этом только вложительную сторону. Меня, я еще не видел такого за собой. Подожди, пока. Надеюсь, да. Две с половиной, там, до четыре, как говорится, разумно. Вот. Поэтому, мне кажется, это круто, что кто-то будет использовать твои фотографии, да. Я не против. Ну, это, наверное, пока еще никогда не используется. Поверь, когда твою работу кто-то себе как-то так присудит, это очень обидно, мне кажется. Я уж не знаю, как ребята, но в любом случае, твой труд, ты ползал на коленках, фотографировал закат, а тут какая-нибудь девушка выкладывает, какой красивый закат в Самаре. И номинировалась на Оскар. Да. Выиграла. Ну, почему нет? Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Они активные пользователи социальных сетей, в частности, Инстаграма, с десятками тысяч подписчиков, что действительно уже говорят о том, что на них подписываются люди, которые ценят творчество, которые как раз-таки эту самую мобилографию понимают и как-то приходят на выставку. Кстати, что касаемо выставки. У вас там есть какая-то книга отзывов, как вы отслеживаете эмоции людей. И понятно, что вы там не можете постоянно присутствовать. Ну, в интернете пишут как бы отзывы, то есть у нас есть как бы и сообщество, и просто в наших аккаунтах потом пишут, или нас как-то отмечают, говорят, что понравилось, спасибо, что провели. Пишут, что после выставки начал там фотографировать сразу же закат. Ну, то есть мы даже сами сидели там, видели, выходят люди. Чем не хуже, да? Да, выходят люди, начинают фотографировать. Мне кажется, это очень хорошая реакция. То есть как бы мы показали, что у всех сейчас есть возможность что-то создавать, у всех есть телефоны, ну, у молодежи. То есть и для этого не нужно там что-то сложного. То есть это может, в принципе, каждый сделать. Учитывая, что мы как-то и не там ожидали какую-то обратную связь, на самой выставке первый день была очень хорошая обратная связь. И комментариев прям, ну, достаточно много. А вчера мы ходили, опять же, на нашу выставку, туда же давали интервью, и там была женщина-смотритель, которая как бы следит в этом зале, ходит. Она сказала, что сегодня было очень много народу. То есть именно ваш зал приходил. И сказала, что всем очень нравится. Вот. Но один такой комментарий она дала, почему у вас не подписано под каждой фотографией, что здесь вообще, где это находится. Кстати, почему? Потому что выставка мобильной фотографии подразумевает, что как бы у нас на каждой фотографии подписано, кто ее сделал, то есть наш адрес в Инстаграме. И ты можешь зайти и посмотреть, прочитать там. А как бы если мы уже под каждой фотографией вывесим текст с рассказом, это будет уже много не то. Это больше внимания не на фотографию, а скорее на объект будут именно обращать. А мы хотели сконцентрироваться именно в красоте фотографии. До какого числа работает ваша выставка и где? До 10 августа до музея Крулиной. Музей Модерн. Музей Модерн называют, да. То есть можно приходить, смотреть, фотографироваться? Да, пожалуйста. Приходите. Здорово. Друзья, ну вот они, такие современные фотографы, которые действительно переворачивают мир с ног на голову и делают целые удивительные фото-выставки с помощью простого мобильного телефона. Если вы думаете, что вы лучше, придите, посмотрите, сделайте. Я думаю, что в конце концов, может быть, через год будет выставка уже более масштабная. Может быть, еще авторы какие-то к вам присоединятся. Искренне желаю, чтобы все получилось у вас. Створите, фотографируйте. Ну а впереди у нас тоже весьма интересные гости. Они расскажут нам о том, как вкусно можно провести эту субботу, 25 июля. И если нечем пока заняться, я думаю, с большим удовольствием мы вас всех приглашаем на гастрономический пикник. Не переключайтесь, через пару минут вернемся в студию. Тюардессы. А стали? Постал тематикам. Гимнасткой. А стали? Совсем далеко от этого. С дизайнером. Ну, я еще в Советском Союзе космонавтом я хотел стать очень сильно. Вот даже до дрожи. А стали? Ну, я сейчас, ну, начальник технической парадежки. Кем хотела, тем и стала. Кем? Учителем. Учителем. А стали? Торговым работником. Ученым? А стали? Моряком. Я хотел врачом. А стали? Лаборантом. Валериной какой себе. Честно не помню. А сейчас стали? Прикмахером. Директором, президентом. Что-то в этом роде. А стали? Пока нет, но все впереди. Вы знаете, всю жизнь хотела стать учительницей. А стали? И стала учительницей, но проработала программистом всю жизнь. Наверное, продавцом. Но моя мечта не осуществилась. Почему продавцом хотели стать? Не знаю, но, наверное, это было интересно. Взвешивать мороженое, продавать. Знаете, вот так вот ложечкой накладывать в стаканчики. Офицером. У меня отец офицером был. А стали? А стал я водитель троллейбуса. Как обычно, Гагарином. А почему охранником стали? Не научился, не выучился. В общем-то, у меня много было желаний, но стал инженером. А он нигде не востребован. Наверное, военным. А стали? Стал инженером. Почему? Ну, так получилось. В армию сходил, все, и пошел учиться. Я кем хотела, я тем и работала. Я хотела быть воспитательницей детского сада. Дизайнером, балериной, только не космонавтом. Продолжается наш эфир. Если вы в детстве хотели стать поваром, но не получилось, гастрономический пикник приглашает вас. Не только поваром можно, как там, побыть, но и просто дегустатором вкусняшки, удивительное мероприятие. Целый день на свежем воздухе. Огромное количество таких-то площадок и людей самого разного толка. Артисты, музыканты, кулинары. И просто какие-то люди, мастера своего дела. Ну, в общем, что я рассказываю. У нас есть для этого наши гости. Друзья, я напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. За всеми подробностями можно обращаться к нам в эфир. И, конечно, совсем скоро будем разыгрывать билеты в кино. Не пропустите. Я же представляю вам организаторов гастрономического пикника. С нами здесь Дмитрий Рюмин. Здравствуйте. И Оксана Васетинская. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы кулинары? Можно и так сказать. Дмитрий, любите готовить? Я работаю шеф-оваром около 15 лет уже. Так. Поэтому, скажем, и пришла эта идея в голову сделать какой-то фестиваль, но не такой непрофессиональный ресторанный, а именно для любителей, где мы можем чем-то помочь, рассказать и так далее. Ну и плюс развлечение для людей, мне кажется, это такое здоровое и хорошее, где нет алкоголя, сигареты и так далее. То есть, это, скажем, семейный праздник планируется, где есть для всех все. То есть, и для взрослых, и для самых маленьких, для всех. Для всех-всех-всех, кто любит поесть, любит готовить, кто просто любит время провести. Для обжора гурманов, на любой вкус. То есть, я так понимаю, можно приходить с утра до Оксаны, до самого вечера. И с собой еду не брать. С собой еду не надо ни в коем случае. Брать с собой можно взять только коврики для пикника. Ну, пледы, коврики. Брать с собой пледы, коврики, да, что-то такое, на чем вам будет удобно сидеть и принимать пищу. А пища-то будет какая-то невероятная, наверное. Ой, столько всего, на самом деле, вкусного. Поначалу мы очень переживали за то, что много было, скажем так, серьезной пищи, как ресторан Ерга, допустим, они нам будут делать здоровую пищу на основе овощей. Вот. Будет бараньон-баум, которые будут представлять мраморную говядину и стейки из них. Будет ланчбокс Самара. Дмитрий Александрович сделает безумно вкусные воки. Будут, ну, еще много всего. Все будут есть, есть, есть. Да, я переживала за вкусняшки, потому что я немного сладкоежка, но такого очень вкусного чего-то. То есть мне нравится соленая карамель, всякие капкейки. То есть такое сочетание несочетаемое. Яркое, красивое, маленькое. Маленькое и, да, вкусное. Как девочкам. Ну, все правильно. Чтобы можно было в Инстаграм. Сфотографируйте еду в Инстаграм, да, точно, это точно так. И поначалу у нас было очень мало кондитеров, сейчас, конечно, эта тема забита полностью. Я думаю, хватит и мамам, и деткам, и папам сладкоежкам. Так что будет все вкусно, нарядно, красиво. Я, кстати, вот достала программу гастрономические пикники. Целые зоны, сцена, фуд-зона, мамина зона, лекторий и зона ярмарки. Я так понимаю, изначально не задумывалось все это? Нет, изначально это должен был быть именно гастрономический небольшой пикник. Пришли, что-то там нашли вкусненького, сели, покушали. Да, сели, покушали. Но потом это все переросло уже в такой мини-фестиваль. И у нас изначально была идея фестиваля, гастрономии. Вот, но мы, как и все, наверное, решили прозондировать почву. Насколько в Самаре это интересно. Интересно и нужно дали. И начали с гастрономии, а закончили всем тем, что вы перечислили. И мало того, что, да, еще и будет у нас под конец мероприятия международный фестиваль уличного кино. Да, ребята приходили к нам на эфир, рассказывали. Если кто не в курсе, то в 9 часов вечера как бы закрывается сам гастрономический пикник и начинается показ кино. Но, поверьте, до 9 вечера, если вы человек такой неустающий, то можно прийти и попробовать. То есть я, если не секрет этого, можно же, да, раскрывать? Дегустация сыров, дегустация хлеба, лекции о тонкостях приготовления вкусных полезных блюд, открытые мастер-классы, всякие лекции по здоровому питанию, по уходу, даже за ногтями для мамы, я уж не знаю, мало ли, вдруг кому-то пригодится, танцы, разговорный клуб от школы языковой подготовки, и даже про Макдональдс будут разговоры, я уж не знаю, за или против, но приходите, послушайте, ярмарки, ну, в общем, все, что, как говорится, душе угодно, и, конечно, концертная программа в 8 часов вечера. Собственно, мне кажется, очень здорово. Сколько народу ожидаете? И кто может прийти? Прийти могут, как и говорили, абсолютно все. То есть возрастного ограничения у нас нет, и там в 10 утра начало, да, и начнем мы с занятий йогой. Ого! То есть пришли, так поразмялись, как говорится, потянулись. Да, то есть сначала пока, чтобы дать время всем успеть разложиться, да, и все остальное. Все желающие могут прийти, позаниматься йогой на травке, с утра специально будут косить траву, чтобы создать эффект из обаха травы и так далее, чтобы полностью проникнуться... С пикником. Да. И потом уже бодрячком идти и все кушать. То есть мы сделали так, чтобы утром было чем позавтракать легким, да, это в ходе того, что варенье из помидор будет с творогом подаваться. Варенье из помидор с творогом. Это прям практически молекулярный кухон. Как фитюр, да. Какая-то невероятная. Это очень хороший завтрак, и мы стараемся, чтобы у нас был продукт все-таки экологически чистый. То есть будут какие-то фермы самарские, да, мы сами стараемся... Частное предпринимательство такое, да? Да, они небольшие фермы, и в основном, ну, кто следит за своим здоровьем, тот о них, наверное, знает. Конечно, конечно. И у нас были до этого какие-то небольшие, да, там, предприятия, мы их приглашали, и народ к ним относится очень хорошо, и после этих мероприятий к ним начинают как бы ездить, и там, и за молоком, и за мясом. Ну, фермеры, получается, по сути, которые нужно их развивать, поднимать каким-то образом. Да, это в разы лучше, чем в магазине брать. Мы сами стараемся, да, там, где-то закупать на фермах, там, тоже мясо, овощи, еще что-то, что там готовим у себя. Да, экологически чистые. Да, вплоть до упаковки. То есть мы идем к тому, чтобы было все здорово. Единственное проблемное, что на большие объемы с этим не выйдешь, потому что это перестанет быть здоровым. Ну, оно, наверное, и не нужно. Нет, конечно, каждый найдет свое, что нужно. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, если хотите что-то уточнить, спрашивайте, не стесняйтесь. Телефон 202-11-22. Позвольте и мне у вас спросить. Вопрос мой рассчитан на аудиторию подкованную. Будем разыгрывать пригласительный билет на двоих, на вертикаль. Вот какой вопрос. С погодой у нас творится действительно какая-то невероятность. Никто не ожидал такого лета. Но все же вопрос про погоду. Как вы думаете, какую погоду на Руси называли ведро? И три варианта ответа. Дождливую, снежную или солнечную? Звоните. 202-11-22. Какую погоду называли ведро? Я думаю, что среди вас, если есть знатоки, может быть, каких-то пословиц, поговорок или чего-то еще, или просто у вас хорошо развита интуиция, милости просим, билетик в кино на двоих. Почему нет? Сходить с приятной компанией. Время провести сразу после гастрономического пикника. Почему нет? Кстати, скажите, пожалуйста, а за качество блюд все равно еда. Это же пищевые риски, солнце, жара. Как вот за этим следить? Ну, скажем, мы очень многим отказали в участии. Именно по причине, что сами не уверены в их качестве. У кого-то я пробовал и мне не понравилось. У кого-то там просто большое производство, которое... Требует определенных условий, да? Не то, что условия. Условия, на самом деле, никаких там особых не требуется. Кому-то просто достаточно мангала, кому-то просто достаточно доски с ножом. Но те люди, которые там стоят, мы у них сами пробовали, да, и мы уверены в их продукте, скажем. Поэтому мы там спокойно... То есть на себе проверили? Да. Честно? Да. Вот они сидят, надеюсь, что они вышли, да. Здорово, улыбаемся, и все хорошо у нас. Большим производством мы просто, ну, вынуждены были отказывать, потому что, ну, не совсем правильно, да, на такой пикник, где домашние кондитеры, какие-то маленькие фермочки... Выставлять кого-то, да. Да, выставлять там сетевой какой-то ресторан или еще что-то. Ну, наверное, для них тоже придумают мероприятие. Ну, конечно, каждому свое. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Максим. Максим. У вас вопрос или ответ? Ответ. Ну, давайте попытаемся счастья. Какую же погоду, как вы думаете, на Руси называли ведро? Мне кажется, дождливую. Нет, неправильно вам кажется. Нет, к сожалению, Максим, прощаемся с вами. Друзья, два варианта остается у нас. Какую же погоду на Руси называли ведро? Снежную или солнечную? Билет на двоих в Кино Вертикаль вас ожидает. Звоните, пытайтесь счастья всех гурманов, сладкоежек и кулинаров. Тоже просим, задавайте вопросы. Можно ли как-то еще принять участие? Или все, вы закрыли прием заявок? По ярмарке уже закрыто. Места не хватает? Ну, можно сказать, да. По гастрономии, если... Что-то уникальное. То мы еще стараемся найти место и поставить. Мороженое со вкусом мяса? Мороженое тоже будет у нас. Мороженое будет. Это ребята, которые в форме головы продают. Они тоже будут у нас. Понятно. А где же это все будет в загородном парке размещаться? Это ближе к пляжу на площадке Аэрокино. Как раз, да. Там есть проектор для завершающего этапа. Да, да, там будет кино. И ребята молодцы, выручили у нас площадкой, потому что, ну, к сожалению, самая страшная проблема – это площадки. Я понимаю, прийти может любой желающий. Вход свободный, бесплатный, да. Часть мастер-классов тоже бесплатные. Дегустации бесплатные. Так что, друзья, завтракать дома не нужно. Да, будут какие-то мастер-классы, но у нас ценовая политика. Мы всех предупреждали, чтобы они там не завышали цены. А вот 50 до 250 рублей, да, чтобы каждый... Ну, видимо, расход на какие-то материалы, продукты. Ну, да, там, то есть это получается такая, там, может, маленькая наценочка, да, но в основном это многие чуть ли не по себестоимости все это отдают, просто чтобы люди знакомились с этим. Понятно. У нас все-таки есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Надежда, любите ли вы вкусно покушать? Да. А что самое любимое – сладкое, соленое, кисленькое? Может быть, все вместе? Сладкое, скорее всего. Собираетесь ли на гастрономический пикник? Ну, вот, смотрю ваши передачи, уже подумываю. Конечно, тут целый день можно, я не знаю, правда, к концу останется что-то или нет, но утром можно прибежать на вкусняшки. Давайте попытаем счастье с вами, точнее, ваше знание проверим. Какую же погоду на Руси называли ведро? Солнечное. Откуда знаете? Я просто училась в школе юмор-филолога, и вот у нас мы проходили за одну тему. Какая вы молодец. Действительно, правильный ответ. Ясная, тихая, сухая и вообще хорошая погода. Вот, как бы, может быть, нелогично звучало, но ведра в дождь избы не кроет, а ведра и сама не каплет. Ну, вот как-то так. В общем, старинная руссконародная пословица-поговорка. Спасибо большое. Вы отправляйтесь в кино, хорошо проводите время. Кстати, вот по поводу останется ли что-нибудь к вечеру, или все съедят в первые часы. Как вот с этим? Надо равномерно распределять как-то. Это у нас самый большой страх, потому что... Самый большой, все съедят, да? Да, мы изначально не рассчитывали на такой ажиотаж, да, и сейчас делаем все возможное, чтобы все-таки всем всего хватило. Предупреждаем, да, всех кулинаров, что надо все-таки... Запасы пополнять. Да, на всякий случай быть готовыми к электричке, которая приедет, все съест и выедет. И пополнять, и плюс каждого предупрежь, чтобы была возможность довезти что-то, да, потому что, ну, может, у домашних кондитеров не получится, но у там маленьких ресторанчиков или еще кого-то, то, я думаю, сможем довезти, и до самого вечера будем кормить, кормить, кормить. Так что, друзья мои, 25 июля все будем объедаться от всей души. Ну вот меня интересуют еще вопросы, что у вас даже целая вот мамина зона есть, я так понимаю, там что-то тоже полезное и интересное будет? Да, там будет представлено несколько лавок со здоровой косметикой на основе кокосового масла, на основе всяких травок. То есть это два проекта, которые малоизвестны пока в Самаре, но мы считаем, что их просто нужно продвигать по причине того, что засилия, скажем, чего-то химического очень много в магазинах, а где взять нормальный продукт, непонятно. И от них же будут лекции, мастер-классы по тому, как можно мамам ухаживать за собой, используя или их продукты, или что-то альтернативное, что поможет и маме, и ребенку нормально выглядеть и с хорошими результатами. А тут еще я увидела, значит, роспись мехенди, фотосессии, мастер-классы по танцам. Вот как это все пришло к вам? Как сами попросились ребят? Ребята, да, ребята занимаются старинными танцами, там, полька, кадрилька, и мы предложили им, чтобы это не просто был танец, а что-то в таком формате флешмоба, чтобы это как-то было неожиданно, да, и сюрприз для гостей. Это будет, правда, неожиданно, потому что мы будем в кринолинах. В старинных нарядах, будут там танцевать, а потом все желающие могут учиться этим танцам. То есть мы разделили площадку, у нас есть сцена, есть зона, где проводят мастер-классы, лекции, да, и плюс у каждого будет своя какая-то лекция, ведущий все это будет потихоньку... Танцировать. Навигать, навигация будет, и я думаю, ну, каждый для себя что-то найдет. Это как и мамин зона, пока там ребенок бегает за миньоном, будет там миньон у нас бегать, то мама может спокойно сделать себе маникюр, отдохнуть. Совместить приятное с полезным, еще и вкусным. Друзья, 25 июля, загородный парк, гастрономический пикник. Приходите, будет вкусно, весело, интересно. У меня же для вас еще есть информация, что продолжается наш конкурс «Лето» с телеканалом «Самарагис» и газетой «Вабанка». Присылайте свои фото с отпуска, где обязательно есть газета «Вабанк». Берите вот на пикник, фотографируйтесь, выкладывайте и получите приз, путевку в круиз. Все подробности у нас на сайте www.samaragis.ru и на сайте газеты «Вабанк». Ну, вкусный всем, я надеюсь, пятница. Вкусных, приятных выходных, всего хорошего. Вам, друзья, спасибо, что пришли. Удачно провести мероприятие. Ну, а вы, друзья, берегитесь. Выходные грядут и много чего интересного в Самаре. Следите за нашей афишей. До встречи.